Девочка-пай Друзья, всем привет! Мы с Валюшей в столице Украины, город Киев. Привет всем, дорогие друзья! И мы находимся на улице, которая имеет название, так, смотрю, как она точно называется, Петра Сагайдачного. Почему мы находимся здесь? Потому что мы, друзья, идем в офис Google. И интересно, примут ли нас там и пустят ли посмотреть, вообще сделать экскурсию. Мы вам стараемся это все показать. Оставайтесь с нами, смотрите, что будет дальше. Да, идем. Карта Google нас привела на 114 маршруте вот сюда. Так, сделаю, чтобы было видно. Вот информация показывает, что Google Украина. И вот мы сейчас находимся, вот в этом здании находится. Вот как раз сюда мы идем. Где-то есть четвертый этаж. Вот там вот где-то четвертый этаж. И мы сейчас узнаем, как туда попасть. Только что нас на охране пропустили. Сказали четвертый этаж. Заходи, Валюша. Заходим в лифт. Вот такой красивый лифт. И едем на четвертый этаж. Валюшка, нажимай. Вот там вот находится Google. Google четвертый этаж офис. И нам разрешили проехать туда, поговорить, познакомиться. Не знаю, что из этого выйдет, но мы сейчас... Посмотреть и показать. Да, сейчас мы вам покажем и расскажем. Нам, к сожалению, не разрешили войти в офис. Девушка объяснила, что это не для просмотра. Как бы команда работает и не предусмотрена. Но зато мы побывали на этом этаже хотя бы. Может, когда-то будет такая возможность. Мы там побываем. Ну, не мы, а другие. Да, ну, по крайней мере, не очень тепло. Мы приняли объяснение тактично. Едем дальше. Попробуем поехать в Яндекс.Офис. Мы, конечно, немножко расстроились. Потому что мы думали, что для всех, возможно, доступно. Мы же простые люди. А оказывается, наверное, там все так скромно. Знаете, сидят в обычном кабинетике простом и пользуются, работают свое дело, делают. На сайте сказано, что Google офисы отличаются тем, что там есть и место для развлечений, и отдыха комната. Ничего этого мы не смогли увидеть, если там это все на самом деле. Оно находится где-то здесь из одних офисов. Где оно там находится, я не знаю. Вроде как на крыше этого здания есть еще зеленая трава посеянная. И там можно отдыхать на столике. Так это или нет, не знаю. Но вот смотрю, что камеры установлены для наблюдения, что происходит на крыше. Поэтому можно не сомневаться, что не просто так они направлены на камеру. То есть там какие-то есть площадки комнаты отдыха. Так что мы с Валюшей попробуем сейчас поехать в комнату Яндекс и там разузнать все, что нам необходимо. На этой улице очень много зданий исторических, таких старых, в старом стиле. Красиво все сделано. И вдали даже виднеется вот так вот по улице тоже красивое здание. Наверное, это все и жилые дома, и офисы, и помещения. Сейчас мы направляемся в сторону либо магазина Розетки, либо Яндекс.Офиса. Посмотрим, пустят ли там нас. Решили мы добираться к Яндексу на фуникулёре. Фуникулёр возможность дает, это такая канатная дорога. С ее помощью можно добраться на другую сторону Киева. Валюша пытается дозвониться, заказать посылку, отправить посылку с дома службой Мистэкспресс. И вот наш фуникулёр. Смотрите какой. Подходим к нему. Заходим. Вот такое вот помещение. Так, и будем покупать сейчас билетик. Два? Два, да. Вы два. А скажите, долго поездка? Нет, три минуты. Ох тыжка, спасибо. Так что три минуты и мы вперед. Это канцелон, повтори, да? Улица Гойкова. Держи. Так, так, так. А куда бросать? Ага, сюда. Сюда. Отлично. Прошли. И Валечка проходит. Теперь поднимаемся на эту сторону, да? Вот так выглядит в кабинке фуникулёра. Вот так внутри выглядит, когда зашёл уже в помещение. Ну, а так сам фуникулёр. И вверх, вверх, вверх. Внутри люди сидят вот в таком наклонном положении. И сейчас водитель заходит. И едем. Двери закрылись. Руля никакого нет. Всё по канатной дороге. Михаил? И вверх. Нож девяносто пять. Ой, не уйдёт. Позвонить вам, не назвать, а не уйдёт. Это электролик, висер, вот эту зону. Вот так вот выглядит, когда приезжаешь. Вниз, здесь пульт управления. Ну, и внизу, вот вышли люди и поднимаются. Приехали мы, вот с той точки. Честно говоря, очень душно. И никакого вокруг вида. Одни деревья, бугры и заросли. Ну, сейчас посмотрим, куда мы выйдем. Здесь, где пульт находится, в комнате есть такой искусственный макет, куда ходит фуникулёр. То есть мы только что поднялись отсюда, сюда. И вверху там есть вот такие вот, там виды такие, да. Здесь вот, как вы поняли, деревья, деревья, деревья. Хочат цепь ушек. Снизу трамвайчик ездит. Вот, как бы так. Только вышли из фуникулёра и летит самолёт. Точно, как на картинке. Вот так вот мы далеко камерой можем заснять. Среди нас находится Министерство закордонных справ Украины. Вот такими вот красивыми колоннами выполнено все украшение. Вот это крепкое. Ну и вот эти все лепки сверху, это, конечно, внушает. Искусство. Да, внушает такого доверия. Люди вот обрабатывают зелёный участок, озеленение. Ну что ж, это серое здание, оставляем позади. Дальше у нас ещё какие-то здания. Идём, 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 идём дальше знакомиться. И направление держим на золотые ворота. Что нас ждёт дальше, мы вам покажем. Остаётся Министерство закордонных справ. А сейчас мы подходим вот к таким вот каким-то статуям. Так называемые апостолы. Ну, памятники любят в Киеве ставить. Что-то же надо, говорят, ставить. Как будто это что-то означает. Мы ещё заметили сбоку вот такое вот зеркальное здание. Огроменное. И сейчас подходим, по-моему, к Богдану Хмельницкому, если не ошибаюсь. Вот к вот этому памятнику. Да, это действительно Богдан Хмельницкий. Здесь надпись и сам Богдан. Богдан Хмельницкий. Весь такой уже зеленый. Вся химия как бы работает. Всё-таки же памятник из меди. Медный, по крайней мере, покрытие медное. И вот это вот здание, отражающее стекло и небо. На нём вот такая вот надпись. Хотел бы я побывать на этом здании. Здесь у нас идут такие вот бутики. В этих прекрасных зданиях бутики разные. Софиевская Брама, Альтриоли, Кристалл. Ну, что это здесь, я без понятия. Девушка, нет, давайте. Люди приветливые. Кто-то на русском, кто-то на украинском разговаривает. И спокойно рассказывают, куда пройти. Нормально реагируют. Поэтому впечатления очень приятные пока. Никто не обидел. Ну, а если обидят, не будем брать близко к сердцу. Но день у нас сегодня, начался очень хорошо. Да. Можно увидеть, как зебра в Киеве консультирует людей, куда можно пройти и в какую сторону. Он рассказывает, вот видите, снял себе голову и спокойно себе предлагает общаться. Ребята только что встретили ещё одного зверяка. Медвежонок такой забавный, меховый. Сидит, читает газету. Образдывает. Я представляю, как ему жарко. А сейчас не удивлюсь, если кого-то ещё увидим. А это тот момент, когда вместо фото нажал кнопку видео. Да, она снимает скрытая камера. Здесь находятся золотые ворота. Но мы туда отправимся уже в новом видеоролике, в котором мы вам покажем полностью, как они выглядят внутри. Покажем, какой вид с крыши. Не пропустите этого видеоролика. Ну а сейчас продолжим путешествие по городу Киеву. Ну а здесь мы посмотрим сейчас вот этот кафе. Я не знаю, маленькое такое. И здесь можно спокойно отдохнуть, понаслаждаться. Звуком струи воды, как падает. И сам фонтанчик. Обратите внимание, что такие недоброжелательные лица выталкивают воду сверху вниз. Пропустившись от золотых ворот ниже площади, мы увидели якорь, на котором написано «Баркас». Вот такой огромный якорь. Пропустившись вниз от золотых ворот, мы попадаем к вот такому вот национальному, национальной опере Украины. Пытался сказать, национальной опере. Ну, наверное, так и тоже подходит. И здесь висят вывески, кто выступает. Я, правда, никого не знаю. Ни там, ни ту премьеру. Вот одного исторического человека знаю. Это Тарас Шевченко. В центре его памятник. И вот еще одного прекрасного человечка знаю. Это моя Валюшка. Дальше находится вот это большое здание с таким отражающим небо, с зеркальным отражением стекла. Вниз спускаемся. И где-то здесь находится Яндекс.Офис. Будем искать. А здесь рядом с оперой вот такие вот красивые цветы, зеленения. И в Яндекс.Центр. Маргарита, добрый день. Скажите, пожалуйста, мы приехали в город Киев, хотим попасть на экскурсию в Яндекс.Офис. Это возможно? Меня Сережа зовут. Спасибо. И Яндекс отказал. Сказал, что экскурсии мы не проводим в киевском офисе. А просто зайти? Им все равно. То есть в Москве можно, а в Киеве нельзя. Я разочарован. И в приеме Google где-то забились, в уголочке там сидят. И в Яндекс точно так же ответили. Я в печали, я в печали. Валя, а ты? Я просто на это смотрю. И я просто на это смотрю. Идем дальше гулять. Рядом из Шевченской районной держадминистрации находятся вот такие вот красивые дизайнерские решения цветов. Такое дерево и цветов. И с одной стороны, и с другой. Сделаем селфи. Сейчас мы находимся рядом с указателем куда что можно попасть. И мы, скажем, хотим попасть на Крещатик, там где глобус. Пойдем в глобус погуляем. А здесь находятся вот такие вот фонтанчики. Но мы туда идти не будем. А пойдем сразу же на Крещатик. 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 Мы находимся сейчас возле Киевской Рады. Здесь, наверное, заседают депутаты и принимаются какие-то решения. Сейчас у нас на часах 12 часов 25 минут. Киевская Минска Державная Администрация. Валя сказала, что вот этого дядьку бачила по телевизору. Понятное дело, тут Минска Рада. На таких вот рельсах тут молодой кобзар. А, собирается что-то кобзар. Да, он такой вот из миди такой же вылипанный. Как будто гранаты оторвало ему там полтела. Ну, это творчество такое. Жарко, лето просто. Да. Дальше у нас идет выход на Крещатик. И дальше у нас, чтобы машины не ездили, вот такие вот кружочки желтенькие везде висят. Пойдем скидывать 50%. 50% скидка. Тебе что, холодно? 50%! Валя, держи себя в руках. В автомобиле мужчина объявляет, что можно поехать на экскурсию в Межигирью. Два с половиной часа, билет стоит 150 туда и обратно. И можно посмотреть все достопримечательности. И плюс еще 50 гривен ход в парк. То есть всего 200 гривен с человека обойдется поездка по Межигирью. Это рядом с Крещатиком стоит такой автомобиль. А сейчас мы выходим на саму площадь. Здесь у нас встречаются уже искусства людей. Рисуют вот такие вот красивые рисунки. Вот на ваших глазах происходит рисование девушки. Здесь мощный конь. Голуби там отдыхают. Пахни пройду. Посмотрите, что здесь. Красота. Оп! Сфотографируйте, пару снимочков сделайте. Это же платно, наверное. На корм оставите. На корм оставите. Так, девушка, только разверните, чтобы когда там омали. Мужчина, поедите отсюда. А не надо на мне такая. Я лучше на фоне дерева. На фоне фонтана. Подойдите, куда не будет. Идите, идите, куда дальше. Вон фонтан будет. Красавчик. Сами откуда? С Винницкого облача. Подойдите, кулачьи, боец. Красавчик. Можете еще и передать привет на Ютьюбе. Передаем привет Винницкой области. Куда передать еще? Сергею и Валю Грачевым. Вы на канале будете все видеть. А что за канал? Сергей и Валя Грачевым. Привет большой. Валя, тебя обсадили так классно. Как себя чувствуешь? А его можно вот так делать? Нет. Как вам удобно? Только для вас. Вот такие вот доброжелательные ребята. Ой-ой-ой-ой. Спасибо большое. Мои там надо будет накормить. Отдельно накормить на ваших? Да. Мои обсели, обсели. А на корм к кому? Вам или им? Вот так вот. Можно и нам? А давайте его раз. Так вот. А что она танцует? Он горкует. Ну и ему понравится. Валя, валя. Валя, валя. Валя, после голубей. Валюша, какие ощущения после голубей? Никаких пятен не оставили. Все нормально. Как будто в голубятнике подогнал. Но они красивые. Они шикарные. Да. Мы им оставили на корм. Сколько оставите? Сколько и... Они такие смиренные вообще. Безмолвно сели. Спокойно сидят. Да. Ждут. Ну а здесь все отдыхают. Все отдыхают и получают удовольствие. Здесь свежо. Здесь приятное такое... Да, ребята тут отдыхают. Детям здесь забалованы. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Детям здесь забалованы. Вот такой вот конь. С таким вот огроменным, шлифованным, внутри пустота, слышно, седло, крепыш такой. Сейчас посмотрим его голову. О, конь, конь вороной. В фонтан мы направились к этой высокой статуе. Здесь уже мы с Валюшей обходим, смотрим. Обклеено тем, кто погиб во время нелепых войн, разборок этих. Все обклеено. Тут Кузьма, тоже ему повесили кучу фотографий. Ну и мы стоим вот как раз под этой статуей. Вверху находится сама статуя. Высота, конечно, очень внушающая. Было бы, конечно, классно на квадрокоптере вот так вот облететь. Хотим собрать на квадрокоптер, ребята. Вот мы там поднимемся, еще с той стороны снимем. Девушка снимает внешний вид. Видо. Здесь вход в глобус. Вот это все какие-то павильон там, магазины и тому подобное. Обратите внимание, что вот в этом месте идет зеркальное отражение. Валюш, смотри. То есть на тебе видно отражение от солнца. Ох, как печет это отражение. Аж горит все. Очки спасают. Очки спасают, да? О, да. Здесь как на море. Такой двойной загар. Смотрите, как светится на вале отражение от солнца. Аж светится вся. Это все, вот это стекло отзеркаливает. Вот так выглядит сама статуя. А здесь уже в центре столицы находится. Ее видно с космоса. Очень хорошо. Ну и, конечно, вид, конечно, оттуда хороший открывается. А здесь открывается вид на вот эту площадь. Сейчас мы по ступенечкам выходим к тем самым красивым часам, о которых мы чуть-чуть ранее говорили. Очень красиво белый цвет смотрится на фоне цветов. И, кстати, не зря подобрали, потому что далеко видно. Да, привлекает очень много внимания. Вот здесь находится мост. Тоже попробуем на него подняться. И отсюда вот такой вот вид. Сейчас сфотографируемся. Снимаясь по этим ступенькам, мы поднимаемся вот сюда. Мы у глобуса. Сейчас вот сбоку мы поднялись на самую вершину. И здесь находится вот эта статуя. Сейчас мы все вам покажем. Это мы со спины ее снимаем. Вот так вот она сделана, эта скульптура. И видно весь красивый город. Много машинок ездит. Движение. Здание. И здесь, конечно же, глобус. Вот он, глобус. Мы прямо у него и внутри. Находится уже в павильоне. Так, попробуем войти прямо туда. Не получается. Видно у меня оптика. Настолько грязный глобус. И смотрите, двойное стекло здесь. Вот кто-то пытался пропулить его. Чем-то ударить. Стеклопакеты. То есть стоят обычные стеклопакеты. Большие. Ну, такая вот здесь строение такое. Ну, красиво, красиво. Кто не был, заезжайте в гости, ребята. Заезжайте. Сейчас я вам покажу. Еще ниже спущусь. Вот отсюда. Люди заходят. Гуляют. Исследуют. Там вот фонтанчик в уголочке. Люди виднеются, дети отдыхают. Ну, а здесь площадь. И тоже вот здесь, возле этого фонтана тоже люди собрались. Я тебе не любить. Мы вышли на этот мост. Сзади нас глобус. Площадь. И хотим подойти к тем часам, что сбоку. И сфотографировался. Здесь прекрасный. И ветерок хороший. Отсюда. По спуску съезжают автомобили. Мы поднялись наверх. Тут пофотографировались. Находятся вот эти часы. И вот такой вот механизм здесь находится. Крутят эти стрелочки. Показывают время. Ну, и вот мы заходим в сам глобус внутрь. Он хотел валять, открыть дверь. А у нее там свои двери. Не за те взялся. Ой, здесь прохладно, ребята. Вот такая вот структура. Отсюда виднеется статуя. Здесь много пустого места сверху. Ну, и дальше покажу вам, какие здесь есть магазины и бутики. Вверху можно увидеть посаженную травку. Возле балкона. Наверное, это искусственная. Сейчас поедем, посмотрим, погуляем. И здесь очень много магазинов. Хотим поехать на лифте, если можно. Сейчас попробуем. Красивые бабочки. Висят. Сделанные. Такие красивые. До самого верха. А здесь интенсионная шахта. Есть лифт. Лифт с первого на третий этаж. Или с третьего на первый. Он подходит для мам с колясками или большой группы людей сразу подняться. Ну и есть эскалатор такой же. Ну что, Валюш, как цены? Не скажу, что космические, но не маленькие. Да, и сколько? Ну, смотрю, что. Например, доска купонная разделочная стоит от 600 гривен и больше. 600 практически без там пару гривен, 800 гривен, но побольше. Потом сена где-то будет 3 сантиметра. Ну, не дешево. Вот мы в таком лифте едем. Классный такой вид. Валюш, нажимай кнопочку. Отлично. Вес 2 тонны, ребята, 2 тонны. Итак, мы едем вниз. Ух, класс. Да, вот на таком лифте подняться на 34 этаж. Какой? 34. Итак, плавненько спускаемся вниз. Такой мини-кораблик. Да, плавно. Люди отдыхают. То есть мы спустимся и туда же выход. Вот так вот. Такие большие грейпфруты, апельсины. Давай сфотографируемся еще здесь. Фактически, глобус это развлекательный центр, где больше ботиков, где больше магазинов в одном месте под землей, привлекающий себе внимание своим внешним видом. И фактически можно увидеть здесь большие цены для киевлян. Возможно, даже киевляне не все здесь скупляются. Какие наши впечатления? Нам очень понравилось все. Но жара, конечно, утомляет. Потому что самый разгар завтра будет 1 июля. Вот мы в таком круговом колесике выходим. Даже звук меняется, когда заходишь. И выходим на площадь глобуса. Идем на площадь, где можно сесть на транспорт. Выходим к фонтанчику такому красивому. И едем отдыхать. Спасибо, что вы были с нами на экскурсии. Я думаю, это еще не вся экскурсия. Потому что за эти 3 дня где-то, возможно, мы с друзьями соберемся и что-то посмотрим. Поэтому оставайтесь с нами. И еще одна достопримечательность рядом с глобусом. Это вот этот памятник таким богатырям. Здесь фонтан. Люди собираются, чтобы освежиться. Это, конечно, не винетские фонтаны. Приезжайте к нам в Винетцию. Здесь отдыхают и фотографируются. Только так не знаю. Очень красиво, не правда ли, ребята? Вот в таком вот вкусном магазине мы приобрели вкусное мороженое. Сейчас мы с Валюшкой подкрепимся. Спасибо вам большое. Вот и подошла наша прогулка по городу Киеву к своему завершению. На самом деле очень тяжело за один день посетить все красоты города Киева. Я уверен, что очень много есть еще красивых мест. Но наша цель была просто прогуляться. Мы, конечно, надеялись посетить и Google, и Яндекс. Это было бы тоже очень интересно. Но, к сожалению, у них не предоставляется такой возможности. Я думаю, что, посмотрев наше видео, они это учтут. Потому что многие хотят там побывать. Спасибо всем, что вы были на нашем канале. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»